Мудрее всего время, ибо оно раскрывает всё. Привет, это Даша, и сегодня традиционно отчёты прочитаны за июль 2015, и прочитала я только одну книгу. Почему? Как же так вышло, можете спросить вы. Сейчас я вам объясню, почему. Наконец-то мы швавливые ручонки добрались до моей любимой трилогии «Черкассово-Ахмелье», «Черный тополь», «Ржиконь». Каждый том там просто огромный, как Евангелие, и за месяц я не успела. Я одну эту книгу прочитала только потому, что обычно я читаю по две книги одновременно. И книга эта принадлежит Перу, Трэси Шевальлия. Я в её книгах мамой снимала отдельное видео. И конкретно я читала книгу «Девушка с жемчужиной серёжкой». Как можно, в принципе, понять, книга рассказывает об истории написания картины одномённой и об истории девушки, которая послужила моделью для неё. Сюжет такой неспешный, не бурящий эмоциями, неторопливый, но, несмотря на это, очень-очень-очень занимательный, действительно, очень интересно читать. Я не знаю, как это влияет на других людей, эта книга, но буквально устранить за 30 до конца я почувствовала такое уныние, такое отвручение, что перестала читать эту книгу. Со мной такого обычно не бывает. Если бросать книгу, то вначале, когда мне не нравится, тут всё мне нравится. Почти дочитала, и только из-за эмоций, как будто ни было, я продолжала читать только «Хмельчакасова». И прошло недели две, может быть, даже три. Я поняла, что меня отпустило вот это ощущение. Я готова читать дальше, и в тот день я прочитала одну страничку, а на следующую прочитала разом все оставшиеся. Не бойтесь эту книгу, просто, может, на меня только она так продействовала, или просто у меня такое состояние было. не из-за книги, я не знаю из-за чего. Как будто ни было, когда вы будете её читать, разумеется, когда читаешь книгу, строишь версии того, как она закончится. Что бы вы ни думали о концовке книги, она вас всё равно удивит, даже если вы Шаллок Холмс, я серьёзно. И вот меня поступок девушки один немножко удивил. Я бы немножко иначе сделала. Немножко-немножко что-то я... Собственно, это всё. Я сегодня быстро в этот раз. Желаю вам приятного чтения, и до скорых книг.